всем привет меня зовут сергей приветствую вас на канале анинсерж 23 и так чему же надо быть готовым если вы купили старый катер бушный катер как вы понимаете четко должны понимать одну простую штуку что в конечном итоге вы все-таки купили кота в мешке но нет других вариантов то есть вы по любому покупая бушную лодку покупаете кота в мешке насколько этот код будет чистоплодный непонятно вот потому что насколько он будет грязный тоже непонятно потому что как еще раз глюкот в мешке это относится к любой технике включая машины и катера здесь не исключение с чем вам предстоит столкнуться вероятнее всего и что нужно на что нужно просто четко для себя в голове понимать я не беру расчет силовые установки и все остальные вещи это ну скажем так мотор на катере может можно так условно отнести к расходным материалам они слишком часто меняются даже если у вас все документы все классно все в порядке вы стали законным владельцем с чем вам предстоит столкнуться идем по порядку первое корпус если корпус не покрыт не образ тайкой то соответственно вам придется этим столкнуться если корпус покрыт не образ тайкой вероятнее всего вам тоже придется этим столкнуться потому что очень часто владельцы катеров красят корпуса лодки чтобы скрыть дефекты которые есть на корпусе это практика с этим ничего не поделать потому что легко закрасить но с другой стороны если вам дали к сделали видео отчет когда увидите что днище все перед покраской видите весь процесс покраски лодки как вот это делаем мы например у себя в мастерской мы всегда снимаем все вот эти вот отчеты и и отправляем это все владельцу для чего ну просто чтобы другие в будущем вопросов не было вот и все то есть чтобы не было в будущем вопросов относительно того почему делалась та или другая работа и на каком этапе она была сделана чтобы новому владельцу не пришлось снимать все это мероприятие шкурками и соответственно заниматься всеми работа работами этими по новой вот корпус дальше ну соответственно скотски там и все остальное все что есть подельку вот это все придется тоже ремонтировать это однозначно вот можно конечно ездить за страной лодки и не обращать на нее внимание не утонула со словами не утонула и хер с ним но это как бы не совсем правильный подход и данный подход личном не чужим салонами что вам предстоит иметь ввиду если катер каютник по идее его надо все вы купили старую лодку надо все нахер ободрать и выкинуть и сделать все по новой для чего потому что в ковролине везде заводится херва тучи грибка там заводится бактерии там ничего хорошего там не живет когда вы будете находиться в каюте даже если вы это будете не ощущать вот это вот старый запах и все который вот ну не всегда его видно его можно скрыть но при этом вы можете четко понимать что вы находите живете вот вот вы будете скажем так использовать на даче например там или дома вот нашли где-то на улице старый плед вот такой он вроде еще выкинули его люди но вроде еще это он еще не развалился по ниткам ну вот о чем им не накрыться тогда данным вот это херней вы не будете заниматься вот поэтому здесь такая ситуация что в лодке вы тоже не будете делать ковролин соответственно идет вероятнее всего под замену дальше если катер однокорпус ну не этот не имеет двойной вот этого двойного корпуса соответственно полы выполнены из дерева 90 процентов гарантия того что все что находится деревянной внутри водки после 10-12 лет эксплуатации гнилое нахер то есть это все предстоит выпилить и изготовить по новой то есть это вот следующий этап это серьезное вложение денег которые также будет необходимо сделать ну потому что почему ну во первых после этого лодка становится прочной во вторых лодка становится перепят перестает быть ну скажем так в ней останавливаются внутренние осматические процессы которые уже начались из-за попадания воды в пену и в блоки плавучести вот дальше что у нее происходит вы получаете по сути своей новую то есть вы меняете все гневые элементы и получать и новую из геморрою с которым предстоит возможно столкнуться это конечно замена транса замена транса это серьезный геморрой соизмеримый с заменой пола вот скажем так это вот настолько серьезные вещи причем если в пол вы просто провалитесь конечном итоге ну или катер в осмос уйдет либо он будет тяжелый такой степени что не сможет выходить на глиссер спокойно потому что бывает что лодки становятся облегчаются до 300 килограмм воды вот когда из него убираешь пену там пена весит иногда до 300 килограмм потому что это не пена это просто вот пеноблок водный скажем так вот который отжимается как губка то есть видели у меня на канале то есть такие дела делаются постоянно вот соответственно изготавливается все весь днищевый набор заново в этом случае но тут делается вообще просто остается одна скорлупа и делается полностью новый то есть это вот такая ситуация ну и соответственно в качестве финишной работы это вам предстоит либо жизнь со старым салоном либо вероятнее всего просто изготовить его по новой такая вот штука то есть по сути своей покупая старую лодку надо всегда понимать что если вы хотите чтобы она была ну и под конец все заполировать зачистить и будет вот такая вот красавица вот покупая старую лодку вы однозначно вляпаетесь вот в большей или меньшей степени во все вот работы которые вам перечислил будьте к этому готовы это нормально покупая старую машину машина добирает свои запчастями добирает свою стоимость покупая старую лодку за счет своих ремонтов она добирает свою стоимость и делается практически но если корпус хороший то есть если сама идея концепция лодки хорошие если у него хорошие красивые риданы то есть которые функциональные это конечно имеет смысл делать потому что в этом случае вы получите просто лодку которую может быть в хорошем состоянии вам будет не под силу купить вообще ну и в качестве такой дополнительной плюшки это то что эти работы можно делать не сразу то есть очень много людей у нас делают работы кстати постепенно то есть один день вот мы делаем одну группу работу и другой вот другую группу работ и так вот постепенно то есть за несколько лет если у человека там проблемы с деньгами он делает себе лодку то есть вот он допустим на зимний ремонт загнал зимой мы ему сделали по плану забрал покатался увидел что-то еще сделали что-то дальше и вот так вот постепенно лодка становится приобретает черты характера и вот то что от него хочет увидеть новый владелец катера и все получает конечном итоге хорошую красивую которая нравится и которая комфортно конкретно за одному человеку так что такая ситуация вот а так это имейте ввиду то есть вот эти все аспекты которые я вас не пугаю ни в коем разе то есть это не пугалка это просто сухая причем реально сухая констатация фактов блин ну не было по-другому этот как его называется вот чтобы лодка приходила вот гривот лодка пришла с одним делались совершенно другие работы это нормально и это обыденно так что вот такая штука поэтому подписывайтесь на канал ставьте колокольчики будет приходить уведомление о выходе новых роликов прием катеров лодок в ремонт в ремонт в работу запись на зиму уже ведется уже один катер на зиму есть несколько катеров которые находятся под вопросом на зимние ремонты то есть мы на зиму берем лодки то есть вот либо на глобальный либо на допустим ну вот воде в одном боксе наверно будет глобальный ремонт а в другом будет и корабли на текучке то есть вот на такие средний ремонт скажем так там которые не больше двух месяцев вот так что такая ситуация но все равно запись как всегда производится на ремонт работ и пошив тентов и всего остального через почту почта 1серж 23 собакам и уточка пишите обязательно отвечу а так все спасибо за внимание до свидания